Добрый день всем. Меня всем слышно? Микрофон ближе, да? Добрый день всем. Меня зовут Евгений Пономарев. Спасибо, что вы пришли на мой доклад. Несмотря на то, что он был последней в очереди докладов, и сейчас уже вечер. Я постараюсь быть кратким и не задерживать вас долго. Я работаю в компании Bicom, руководителем аналитического отдела. И одно из направлений нашей компании – это разработка мобильных приложений и активно использующих местоположение пользователя. В своем докладе я хочу рассказать об особенностях разработки требований для мобильных приложений, которые сложились за практику работы и требований с мобильным приложением у меня. Цель данного доклада – дать представление для начинающих аналитиков, с какими сложностями придется столкнуться при разработке требований к мобильным приложениям. План данного доклада – следующий. Вводный раздел – это особенности мобильных устройств, важные для разработки мобильных приложений. В этом разделе фактически мы дадим понятие мобильного устройства. В следующем разделе мы дадим требования компонентности и к жизненному циклу мобильного приложения. Третий раздел больше связан с рисованием макапов. Сейчас мне, как аналитику, очень много приходится рисовать макапов, то есть макетов форм. В четвертый раздел – требования к защите информации несанкционированного доступа. Я вкратце расскажу, какие предъявляются основные требования к мобильным устройствам. Пятый раздел – требования по сохранности информации. Тут использована ГОСТовская классификация. Имеется в виду, что требования по сохранности информации при сбоях и авариях. И последний раздел – требования к математическому обеспечению. Это у нас будет рассказано про необходимость оптимизации алгоритмов. Сейчас мы дадим понятие определения мобильного устройства. Мобильное устройство – это устройство, которое с пользователем постоянно, может использоваться немедленно, является персональным и может использоваться для подключения к сети. То есть это, например, современные смартфоны и планшеты. Особенности мобильных устройств, и не просто особенности мобильных устройств, а особенности мобильных устройств важны для разработки мобильных приложений. А именно, у мобильных устройств площадь экрана меньше. Что это означает? Означает, что на веб-сайтах они перегружены, ненужной информацией. В частности, рекламы, в частности, навигации. Мобильное приложение, оно в связи с маленьким экраном, а особенно бюджетное мобильное приложение, предназначено для предоставления информации пользователю. То есть, приоритет в нем должен даваться предоставление информации в ущерб рекламе, в ущерб контенте, в ущерб навигации. Следующая особенность – это постоянное перемещение пользователя. То есть, пользователь не сидит на месте, а постоянно перемещается. Эта особенность просто замечательна, потому что дает нам ряд интересных сервисов. Мы можем, например, в городе запросить ближайшие банкоматы, запросить ближайшие мужские или женские уборные, запросить ближайшие аптеки. Следующие особенности, которые необходимо учитывать при разработке требований, и мы проговорим о них в данной презентации позже, это ограниченность ресурсов мобильного устройства и наличие скорости надежности сетевого соединения. Структура мобильного приложения зависит от групп пользователей. Как определить группы пользователей? Например, при заказной разработке группы пользователей определяются с помощью интергирования, анкетирования. При продуктовой разработке обычно создаются профили пользователей. И при разработке сценариев Google рекомендует учитывать следующие мотивы пользователей. Мне нужно что-то сделать. Я повторяю то, что часто делаю. И я делаю, потому что мне нечем заняться. В связи с этим возникают следующие типовые сценарии. Это поиск, срочная информация, нужен ответ прямо сейчас. Пример. Я в городе, мне нужно получить информацию, где находится ближайший банкомат. Создание редактирования, срочное изменение повторяющихся задач. Проверка статус. Я хочу быть в курсе, что происходит. И изучение развлечения. Мне скучно, я хочу развлечься, я хочу пользоваться мобильным приложением. Про жизненный цикл приложения скажу кратко. О том, что если вы закроете мобильное приложение, мобильное приложение, то есть на экране вы закроете мобильное приложение, операционная система не закроет мобильное приложение. Операционная система сама решает, когда закрывать мобильное приложение, когда нет. Мало того, при нехватке памяти, операционная система возьмет и выгрузит мобильное приложение, и предоставит его необходимость пользователю, когда оно понадобится. Как это использовать в работе более подробно, я расскажу позже. Требования к эргономике и технической эстетике. Тут важно соблюдать принцип «take it easy», то есть «будь проще», «делай проще». Что это означает? Означает, что пользователь мобильного устройства может пользоваться мобильным устройством где угодно. Например, в кровати. Например, в метро. Например, когда едет на велосипеде. Или применяет пищу. Что это означает? Означает, что делать его надо максимально простым, максимально понятным. Чтобы пользователю было понятно, какое действие можно совершить и сколько у него возможных вариантов. И мало того, функции должны требовать не более двух-трех щелчков. Я взял два популярных сайта. Вернее, я взял популярный сайт в России «Желтую прессу» газета «Комсомольская правда» и предлагаю вам сравнить, сколько занимает контент на сайте, сколько занимает контент в мобильном приложении. Как видно, контент в мобильном приложении занимает гораздо больше информации. Что это значит? Это значит, что надо в требованиях писать таким образом и проектировать макапы таким образом, чтобы контент занимал основное место даже в ущерб навигации. В мобильном приложении, в отличие от веб-приложения, возможно использование в длинных списках. То есть, если в веб-приложении на веб-странице вы разместите поле со списком, которое будет раскрывать из 10-15 элементов, которым предоставить данные информации на решение пользователя, то пользоваться будет им неудобно. То есть, надо будет раскрыть этот список, увидеть эти 10-15 элементов на экране, а если у вас экран ноутбука маленький, то надо будет прокрутить этот список, выбрать, при этом вы рискуете выбрать сразу не тот элемент и закрыть. Тут использование длинных список является естественным. Далее. Требования к эргономике и технической эстетике. Рекомендуется избегать форум мобильных приложений за большим количеством подающих списков. Что это означает? Это означает, что при нажатии на список, любой из списков, вам надо совершить следующие действия. Во-первых, нажать список. Потом, соответственно, прокрутить, чтобы найти соответствующее значение. Потом выбрать значение. То есть, соответственно, вам надо совершить три действия для выбора значений списков. Так как вы видите в этой предложенной форме списков, если не ошибаюсь, 112, то вам надо совершить 36 действий, чтобы заполнить данную форму, заполнить все списки. Рекомендуется списки заменять либо флажками проверки, либо кнопками, то есть плюс-минус для увеличения количества элементов. Далее в мобильном приложении есть такая вещь, которая отсутствует в веб-приложениях. Это горизонтальная прокрутка. Горизонтальная прокрутка аналогична листанию страниц в книге. Сейчас мы говорили об особенностях вывода информации, сейчас поговорим об особенностях ввода информации. Как говорил Билл Гейтс, извините, пожалуйста, как говорил Стив Джобс, я в молодости был фанатом Билл Гейтса и компании Майкрософт. Как говорил Стив Джобс, Бог дал нам 10 стилусов, эти стилусы пальцы. И поэтому, когда вышел первый Apple iPhone, в качестве основного указателя рекомендуется использовать пальцы. При этом 70% пользователей держат смартфон в правой руке и используют правый палец для нажатия. Поэтому рекомендуется располагать элементы в первую очередь в этой зоне, темно-зеленой. А в вторую очередь в светло-зеленой зоне, в третью очередь в светло-желтой. В мобильном приложении рекомендуется увеличивать размер элементов. То есть минимальный размер тач-зоны, в которой рекомендуется помещать элементы, 9 на 9 миллиметров. При этом есть исключения. То есть если элемент является наиболее часто нажимаемым пользователем, то для него рекомендуется увеличивать тач-зону. Если элемент находится близко к краю экрана, также рекомендуется увеличивать тач-зоны. Существует несколько способов ввода информации. Первый способ информации – последовательных взаимосвязанных вопросов. то есть набор полей. Вы вводите этот набор полей и сохраняете. Набор полей может быть очень длинным. И может представлять, скажем так, проблему внести изменение в какое-то из промежуточных полей. Для этого используется второй способ. Фактически эти все наборы полей объединяются в разделы. Вы выбираете нужный вам раздел. И, соответственно, после того, как выбрали нужный вам раздел, редактируете только ту информацию, которая вам нужна. Третья форма – это у нас форма контекстного ввода. То есть сразу пишите сообщение, оно сразу отображается на экране. Далее. В мобильном приложении рекомендуется минимизация печати пользователей и сохранение данных. Почему рекомендуется минимизация печати? Потому что мобильные устройства могут быть разные. В том числе бюджетные мобильные устройства с маленьким экраном. На этом маленьком экране очень сложно набирать текст. Очень сложно исправлять текст. Поэтому рекомендуется минимизировать печать. А в частности, способы минимизации печати – это размещение подсказок для полей ввода данных внутри полей данных, использовать маску ввода, использовать функции автозавершения ввода текста и сохранять все напечатанные пользователи, независимо от того, как он покидает текущее окно. Допустим, у нас есть следующий сценарий. Пользователь набирает достаточно сложную форму. Допустим, форму регистрации. В этот момент, когда он почти закончил набирать форму, ему звонит жена. Он, разумеется, отвечает на этот вопрос. Мобильное приложение уходит в фоновый режим. Потом операционная система по каким-то своим причинам решает и прекратит выполнение мобильного приложения. И то, что набирал пользователь, оказывается не нужным. Вернее, не нужным, то и оказывается не сохраненным. И рекомендуется прогнозировать нужды пользователей по вводу информации. То есть, это стратегия кеширования. Дополнительные возможности ввода. Использование геолокационных данных. Про это я уже говорил. Например, использовать GPS-координаты для ввода в местоположение, где находится пользователь. Пример типичный с промсвязь банка. Если вы запросите у мобильного приложения промсвязь банка адреса ближайших банкоматов, то он увидит местоположение пользователя и карту с изображением трех ближайших отделений промсвязь банка. Зачем вам нужна карта с отображением всех отделений промсвязь банка в этом городе? Далее. Использование видеокамеры мобильного устройства. Например, для считывания штрих-кодов. Вы можете подойти в магазин, в понравившуюся вещь, считать штрих-кодов. Им в виде приложения, например, вам найдет самую дешевую вещь в этом городе, в котором вы находитесь. Далее. Использование NFC и iBeacon маяков. Так. Кто-нибудь знает, для чего нужна iBeacon? Да, навигация в помещениях. Правильно. Реклама, маркетинг. Навигация внутри помещения. Дело в том, что GPS, она штука, конечно, хорошая, но она не представляет навигацию внутри помещения в условиях плотной городской застройки. Поэтому используется, используя NFC и iBeacon маяков. В частности, у нас разработано приложение, которое позволяет предоставлять информацию о том, где вы в данном случае находитесь. О местоположении информации о том, где вы находитесь в конкретном музее. То есть вы находитесь в конкретном музее, в конкретном разделе картины галереи. Вам приложение предоставляет, какие картины будут в этом разделе находиться, каким авторами они были созданы. Также доступна услуга аудиогида. То есть вы перемещаетесь с мобильным телефоном по Третьяковской галереи и, соответственно, слушаете информацию о картины галереи. Кратко расскажем требования о защите информации от и санкционированного доступа. Для рынка B2C наиболее популярный способ защиты ПИН-кода. Почему так? Потому что неудобно вводить с мобильного телефона большие пароли. И поэтому признана защита ПИН-кода. В некоторых случаях рекомендуется расширять защиту. Для этого лучше оценивать риск утраты аккаунта. Мобильное устройство легко потерять. Его легко могут одолжить близкие люди для совершения звонков. Поэтому существуют следующие типы рисков. Первый риск связан с риском потери удобства. Рекомендуется запрашивать ввод учетных данных только один раз. Потом предоставлять доступ пользователя всегда. Далее следующий риск. Риск потери дискредитационных средств. Например, приложение типа личный дневник. Если кто-нибудь влезет в личный дневник и прочитает ваши записи, для вас это будет неприятно. Следующий риск. Риск потери невозместимых средств. То есть это приложение типа банк-клиент. Для риска потери дискредитационных средств рекомендуется всегда устанавливать пароль, когда приложение запускается или выходит из фонового режима. Для риска потери невозместимых средств рекомендуется использовать дополнительные счастливые защиты. Вы, наверное, слышали, что в последнее время существует вирус, написанный бравыми ребятами из Челябинска, который ворует средства с мобильных приложений, которые установили приложение банк-клиент, одного известного российского банка. Какого? Потом расскажу. Потом расскажу. Ну, правильно подсказывают из зала. Свет. Обязательно пункта должна быть, чтобы подключена была оплата смс-ками. Ну, подтверждение. Вы правы. А на всех платформах, да? Что у нас есть? Нет, только на платформе Android. А, ну понятно. Понятно. Требования по сохранности информации. Что это означает? Означает, что операционная система управляет закрытием приложений. То есть, если человек выгрузил приложение в фоновый режим, вышел из приложения, то есть операционная система может взять и завершить приложение. Тогда, когда приложение, соответственно, тогда, когда она сочтет это нужным. Поэтому всегда сохраняйте текущее состояние, это операционное приложение вытесняет в фон. Требования к математическому обеспечению. Требования к математическому обеспечению. Необходимо учитывать требования к оптимизации алгоритмов, особенности работы с сетью. Требования к оптимизации алгоритмов. Необходимо помнить, что мобильное приложение имеет батарею, имеет процессор. Чем сильнее процессор, тем быстрее сядет батарея. Чем слабее процессор, тем вы, соответственно, получите меньше ресурсов. Поэтому предъявляется требование именно к оптимизации работы алгоритмов. Пример такого требования. Не полить часто, например. Да. Иззалла правильно подсказали. Не полить, не делать асинхронные запросы. Несколько часто. Использовать по штунификации. Правильно иззалла подсказали. Использовать оптимизацию алгоритмов. Дальше. Особенность работы с сетью. Надо учитывать, что сеть не всегда у нас Wi-Fi. Не всегда у нас 3G. Иногда некоторые сети бывают недоступны. Что это означает? Некоторые данные надо загружать заранее. Надо кэшировать данные. Также это означает асинхронность операций. То есть необходимо операции переводить в асинхронный режим. Также это означает, что некоторые операции надо повторять по несколько раз. За загрузку несколько раз. Выполнение на сервере. Особенно если это критические операции. А если не удалось связаться с сервером и выполнить эту операцию. То крайне рекомендуется сохранить операцию локально. И потом выполнить ее в то время, когда получится сеть. На основании выводов сейчас мобильные приложения, вместо выводов, это у нас отдельный канал распространения информации. Отдельный канал, маркетинговый канал распространения информации клиентам компаний о продуктах и услугах. Поэтому важно разрабатывать мобильные приложения таким образом, чтобы пользователь не захотел его удалить после первой загрузки. Сейчас большинство приложений... Поэтому важно разрабатывать качественно. Спасибо за подсказку из зала. Мобильные приложения. Последний пункт был в предыдущем экране. Требование к работе с сетью. Скажите, вы выносите это в отдельный пункт спецификации? Или как-то идет по кейсам, по условиям, по каким-то это все прописывается? Я делаю кэширование. Я использую стратегию кэширования. То есть мы загружаем... Я предлагаю данные, которые необходимо дополнительно загрузить. Это понятно. Есть перечень кейсов, которые выполняют приложения. Какие-то кейсы должны работать именно в офлайне. Какие-то только с сетью. Как вы это описываете в спецификации? Это предварительные условия. И при возникновении ошибки, там условия возникновения ошибки, я делаю описание. В случае повторяем несколько раз. Если не получилось, то мы сохраняем специальную там... Спасибо. Да. При определении, регусированная логика будет решать вопросы на стороне клиента. Вы как-то классифицируете сами устройства, на которые будут устанавливаться приложения? То есть, опять-таки, они по мощности встречаются, по памяти... При его голосе, пожалуйста, сначала ничего не слышно. А, блин. Спасибо. Он был включен. Да. Репит, плиз. Когда вы планируете создавать приложение, да, в самом начале пути, при разработке требований для сервера на логике и для логики клиента, вы классифицируете каким-то образом сами устройства по мощности, ну, чтобы понимать, если хотите опираться, все равно можно остальные клиенты оставить на сервере? Нет, не классифицируем. А, то есть, исключительно все на сервере открывается? Не классифицируем по мощности устройства. Ну, это девелоперы выбирают, что это может... Я пишу требования к мобильному устройству. У меня такой вопрос. Вот именно к аналитику. А вот. Не работает. А вот, ну, я слышал про вайфреймы. Я слышал про вайфреймы, это все понятно. А что вы еще используете для описания именно сценариев работы? Use case, workflow, текстовые сценарии? Мы используем, ну, типовой спецификации требования состоит у нас из глоссария, модели приватной области, use case, макапы, описания макапов. Use case, что просто действует или описывается какие-то workflow? У нас описываются еще входящие параметры, исходящие параметры. Все конкретно зависит у нас в данном случае от задач. Хорошо. Еще вопросы? Вы начинаете с прототипирования или со спецификации? Я начинаю с определения групп пользователей сценариев. А дальше? А дальше я описываю сценарий и думаю о том, как я буду их рисовать макапы. То есть, я потом рисую макапы в бальзамике. И макапы рисую сначала диаграмму переходов между формами, а потом рисую каждую форму. И пишу описание формы. И все зависит от проектов. В некоторых проектах, в маленьких, не нужна модель приватной области. В некоторых проектах нужна. Расскажите, пожалуйста, как вы работаете с трекингом Change? Хороший вопрос. Спасибо, что вы его задали. Не так. Мы используем Git. Да. Как мы работаем с трекингом Change? Мы с ними работаем, да? Нет, мы с ними работаем. Да, хороший вопрос. Мы с ними работаем. Мы отслеживаем каждое изменение, на что оно, соответственно, влияет, на какие элементы системы оно внесет. Далее? Далее мы после этого приводим оценку. Предлагаем оценку. Соответственно, реализовывать данные изменения или не реализовывать. После того, как оценка принята, мы... Реализовывали или не реализовывали? Да. Вы правы. Вы спецификацию изменяете или делаете... Мы делаем новую версию спецификации, в спецификации делаем новую историю. Вернее, не новую историю, а заполняем раздел таблиц истории изменений. То есть это не дополнительное требование, это просто переписка спецификации новой версии, да? Это изменение спецификации, да. А вот тогда вопрос, раз вы про это заговорили. А какой вообще инструментарий вы используете для спора требований? То есть как вы храните чем? Ну, от US-CAS в частности. Мы сейчас используем Enterprise Architect для нарисования всех этих диаграмм, и в том числе диаграмм use-cases. Я думал, вы только за чабанки используете. Spark который? Да, Spark Enterprise Architect. А сетевая версия есть? Сетевая версия? Да, у нас как раз сетевая версия в качестве хранилища используется Microsoft SQL Server. Хорошо. Вопросы закончились. Все. Спасибо. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!